Виктор Ягун, военный общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, также директор агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности, присоединяется к эфиру Freedom. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Во всей вот этой структуре помощи Украине от наших партнеров, от наших союзников, я так понимаю, вот этот момент, опять же, с подрядчиками, с ремонтом техники, с обслуживанием, это занимает все отдельное тоже место. Вот объяснить, пожалуйста, почему важна помощь и важна помощь и в этом аспекте тоже? Ну, потому что у нас нет специалистов, которые в таком количестве подготовлены для обслуживания той или другой техники, которая получается нами от наших американских партнеров. И намного легче заплатить тем же подрядчикам, которые работают на нашей территории, чем ждать, когда будут подготовлены наши специалисты. Наши специалисты все равно будут подготовлены. Они будут работать совместно с американскими инженерами, техниками. И они смогут в режиме реального времени не где-нибудь в отрыве от боевых действий в Штатах или где-нибудь в какой-нибудь стране НАТО готовиться к обслуживанию F-16, а непосредственно на аэродромах Украины быть готовыми заменить этих подрядчиков. Это раз. А во-вторых, подрядчики всегда будут в курсе и намного быстрее коммуникация с заводами-производителями тех или других деталей, что необходимо, что можно изменить, возможно, внести какие-то коррекции. Давайте такой аспект обсудим. Почему именно сейчас это решение принято у подрядчиках? И как-то связано это с тем, что меняется администрация? Я думаю, что это один из факторов, когда администрация принимает решение, оно не связано с какими-то обязательствами, выборами, какие-то договоренности. И решения принимаются те, которые надо принимать. Поэтому думаю, что мы еще увидим решения, которые нас удивят. Не только по подрядчикам. Возможно, мы уже слышали про передачу значительных сумм. Точнее, не сумм, а самой техники и помощи на значительные суммы в Украине. Думаю, что еще что-нибудь такое значительное в этот период может быть использовано для поддержки Украины. Ну, а с другой стороны, если посмотреть на историю этого вопроса, почему все это время не принималось это решение? Ну, тяжело сказать. Я думаю, что один из факторов – это безопасность подрядчиков. И то, что не надо было давать повод для тех или других политических структур, которые противодействовали администрации, повод для ее критики. Потому что, если бы, не дай бог, что-нибудь случилось с гражданами Соединенных Штатов на территории Украины, то, думаю, что это было бы очень серьезным моментом в предвыборной борьбе. Вот как раз мы об этом сейчас с вами говорили. Пентагон планирует использовать все доступные для поддержки Украины средства до конца президентского срока Байдена. Об этом сообщила спикер Минобороны США Сабрина Синк. По ее словам, сейчас в ведомстве есть около 4 миллиардов долларов на программу президентских полномочий, по которой вооружение поступает со складов армии США. И еще 2 миллиарда на инициативу содействия безопасности Украины, по которой оружие заказывают непосредственно у производителей. А как вы считаете, Виктор Николаевич, вот такое решение, о котором мы много говорим, о том, чтобы разрешить использовать дальнобойное оружие, оно может быть принято до 20 января 2025 года? Ну, это очень тяжелый вопрос, потому что там очень много факторов. которые влияют на принятие этого решения. И это решение не зависит только от Байдена или даже от каких-нибудь там политических решений. Тут стоит вопрос концептуальный. Если они разрешат эти вопросы, тогда надо будет не только разрешить бить по территории Российской Федерации, а и брать на себя ответственность по восполнению запасов этого вооружения. Насколько они готовы это давать, я не знаю. Потому что ситуация очень сложная именно в том плане восполнения складов Соединенных Штатов. Я вообще очень скептически отношусь к тому, что они успеют за этот период до 20 января реализовать эти 6 миллиардов помощи Украины. Потому что очень много специалистов говорят, что просто не успеют. А вот эти компании, которые могут заключать сейчас контракты с Пентагоном для того, чтобы потом помогать ремонтировать, обслуживать ту же технику, американские компании, о которых мы сейчас говорим, что это за компании, каким образом их могут отбирать, что они из себя представляют, какие к ним требования возможны? Ну, знаете, это компания, которая уже имеет опыт работы с иностранными подрядчиками. Я имею в виду, что они работали уже и в Афганистане, и в других странах, которые, возможно, имели похожие условия, сложные условия реализации тех или других задач по ремонту техники. Но в Украине это уникальная ситуация, это все-таки война в Европе. И кто будет принимать участие, будет, наверное, в первую очередь определять Пентагон. Потому что там очень много сложностей. Часть подрядчиков работает уже больше. И, возможно, не просто реколакция будет где-нибудь на Западной Украине. Потому что есть одно из условий, что безопасность этих людей будет обеспечена на высшем уровне. И что они не будут находиться в непосредственной близости возле зоны боевых действий. Поэтому, как они будут определяться, ну, еще раз, все за Пентагоном. И, возможно, за нашими. Потому что наши ребята тоже должны понимать, с кем они будут работать. И какой опыт работы у этих людей. Николаевич, ну не только американское оружие поставляется в Украину. Есть и европейские образцы. Можно ли говорить о том, что подрядчики и Европы тоже пойдут по этой схеме и помогут нам? Я думаю, да. Потому что они всегда смотрели, короче, за Соединенными Штатами. И как Соединенные Штаты принимают решение, так сразу и есть. Я думаю, что тут вопрос будет решен намного быстрее, чем за Штатами. Ну, будем, конечно, да, следить за ситуацией и смотреть, как она развивается. Но если посмотреть с военной точки зрения, насколько важно вот такое своевременное и быстрое обслуживание военной техники в таких вот условиях, активных боевых действий, насколько важно тоже, возможно, сокращать каким-то образом логистику. Как это может в конечном итоге повлиять на ситуацию на фронте, возможно, в том числе? Ну, надо понимать, что война, она всегда предполагает не только потерю личного состава, но и потерю техники. И техника не только теряется безвозвратно, но и получает соответствующие повреждения. И я просто помню, когда Соединенные Штаты разрешили нам использовать свои личные, ну, свои детали, которые производятся на территории Украины для замены тех или других компонентов на технике прямо в условиях боевых действий, в том числе и с использованием специальных 3D-принтеров. То есть это говорило о том, что украинцы довольно на высоком уровне понимают технику, обслуживают ее и могут ее восстанавливать. Но всегда лучше иметь дело с производителями, которые в режиме онлайн могут заказывать те или другие детали. Возможно, сделать какие-то ремонтные мастерские, которые в будущем могут использоваться украинцами. У нас просто есть несколько авиаремонтных заводов, которые, в принципе, после того, как мы откажемся полностью от советской техники летной, они фактически остаются без работы. А если мы на базе этих предприятий с этими специалистами, которые довольно уникальны, имеют специальности, подготовим свои заводы, которые будут обслуживать военную технику, то, что сейчас есть, например, в Польше, то почему мы потом в будущем не сможем обеспечить ее обслуживание для других стран с использованием наших специалистов? То есть это даже в будущем очень интересно для нас. Спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо большое. Спасибо. Виктор Ягун, военно-общественный деятель, генерал-майор запаса службы безопасности Украины и зампредслужбы в 2014-2015 годах, ныне директор агентства реформирования сектора безопасности и эксперт по национальной безопасности. Был у нас в эфире. Главные события Украины и мира Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.